МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Расскажите, пожалуйста, о вашей семье. Что вас интересует, о семье? Кем были ваши родители? Родители были в колхозе, работали раньше. То есть на полях все сеяли, потом убирали, потом отправляли на мельницу. В общем, все как положено. Работали в колхозе. Вот так колхозниками были. Отец был кузнецом, работал. Все, технику там ремонтировал, чтобы спахать хорошо, собрать хорошо зерно. Все. Работали на быках. Быки такие, вы знаете, так как коровы есть, и есть быки. Вот быками пахали, зерно сеяли, картошку садили под плуг, вот так. Потом убирали все это на быках, на лошадях. Техники было очень мало. Такой, как вот трактор или комбайн. Это уже попозже были. А как вы учились в школе? Война была. Холодно было. Учились очень плохо, трудно. До октября месяца мы ходили в школу, после октября мы все дома были, потому что нечем было ходить. Не обуться, не одеться. Свету не было, как сейчас в школах все. Это свет и тепло, и все. А у нас ничего не было. Вот так мы учились в школе. Кто закончил один класс и ушел, а кто вообще не ходил в школу. Вот так мы жили, так мы учились. Как вы помните войну? Как помним войну? Не дай бог никому ее видеть. Я уже только что сказала, что мы ходили голодные, босые, и очень тяжело было во время войны. Все дети болели, все дети дома были. А лету наступало, когда весна, тогда вот выходили в поле на работу. Вот так. Очень, очень тяжело было. Какая мечта была у вас в детстве? В детстве, чтобы война закончилась скорее, и чтобы нам было что-то покушать и одеться. Вот так. И чтобы учиться было. Такая была у нас мечта. Кем вы работали? После войны работала я в школе, в гардеробе. Дети учились в школе, а мы, вы сами знаете, как детки разделились, на занятия пошли, а мы убирали все, чтобы было чисто, тепло, уютно детям. Вот так вот. В школе работала. Потом замуж вышла, детки пошли. Три сына у меня было. Вот. Воспитывали их. Армию отслужили. Все армию отслужили, ребята. Вот. Расскажите о своей первой любви. Ой, какая может любовь быть? Ой, Господи, Боже мой, милые мои дети. После войны какая может? Ну, если ты кушать хочешь. Вот, ну, ты понравился парень, я понравилась ему. Вот дружили. Потом замуж вышла, потом детки пошли. Вот так и любовь вся наша кончилась. Сейчас уже бабушке 91 год. Вот. Уже внуки и правнуки есть, институты закончили, работают есть. Вот так вот. Чем вы занимаетесь на пенсии? Цветочки садим, поливаем около окошек своих, дома своего. Больше нечем заняться. Силы нет, здоровья нет. Вот. А что вы хотите пожелать молодежи? Молодежи? Хочу, чтобы наркотиками не занимались и не выпивали, и уважали пожилых людей. И здоровья, ума, как говорится, лучше учиться, как дедушка Ленин говорил, учиться, учиться, еще раз учиться, чтобы быть умными, грамотными, красивыми. Ну, я надеюсь на вас. Вы очень умные детки, очень хорошие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова